Добро пожаловать на уроке зелья и варенья. Какая дырочка раньше, короче. Закрой. Американцы, наверное? Само собой. Чуваки, которые оспаривают вообще все. Такие облачка получились как надо. В Самаре самая протяженная набережная в Европе. Друзья, всем привет. Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале Сладкий Персик. Сегодня я снова в гостях у своего подписчика. Знакомьтесь, это Петр Воскресенский. Привет, ребятки. Я увидел, что Юля любит ходить по гостям и готовить разные блюда, которые ей предлагают ребята. И, конечно, я не мог от этого удержаться, чтобы не пригласить Юлю к себе. Скажи, пожалуйста, что мы сегодня с тобой будем готовить? Я решил, что когда ты ко мне придешь, мы приготовим с тобой скрэмбл. Если говорить по-русски, это просто яичница-болтуня. Ну, просто так как-то более статусно звучит. Высокорангово, скрэмбл. Чем ты позавтракал сегодня? Скрэмблом. Да-да-да. Кажется, как будто ты где-то на море. Так же круче, чем яичница. Это очень быстро, незапарно. И я думаю, это будет оптимально для нашего сегодняшнего вечера. Пойдем быстрее готовить. Мы не будем придерживаться классики с тобой супер. Мы сейчас сделаем, что наша душа попросит. Да, из этого то и возьмем. Да. Ну, основные ингредиенты давай еще раз проговорим. У нас должны быть яйца. У нас здесь 6 яиц. Молоко, маст хэв. Молоко, да. Можно сливки. Можно сливки. Если хотите. Молоко берется 1 столовая ложка на яйцо. Это делается для того, чтобы омлет, точнее скрэмбл, получился не очень водянистым. Единственная моя проблема всегда, я не угадываю с количеством молока. Господи, сколько же там? Столовая ложка на яйцо, да? Да, столовая ложка на яйцо. И, конечно же, соль, перец. Я, например, люблю перчить. Но солью, перчу всегда уже готовый вариант. То есть не в процессе замеса, а уже вот когда на тарелочку все это ложить. И тогда уже посолить, поперчить. Можно я как бы вот эту честь взбивать яйца отдам тебе, делегирую? Спасибо, спасибо. Резать не люблю. Вот всегда каждый раз говорю, что резать не люблю. Кстати, омлет и скрэмбл миксером нежелательно взболтать. Да, потому что нам нужно просто их взболтать вилкой, чтобы и белок, и желток соединился, и молоко соединилось. Как бы взбивать в пену, вот такое пышное дело, здесь нет смысла. Я беру миску и разбиваю в нее яйца пока, чтобы просто. Кстати, вот мы с тобой сегодня готовим скрэмбл. Так. Я вспомнила, я когда была маленькая, меня папа все время возил в школу, мама у меня спала. Ну, так получилось. Мама у меня прям конкретная сова. Я, кажется, понимаю, почему ты клонишь папины завтраки, да? Да, и на завтрак всегда, каждый день, вот с первого по третий класс я ела голозунь. Я беру молоко. Скажи, ты какой-то определенной жирности молоко предпочитаешь? Или какой есть по акции такой? Я вообще люблю максимально нежирное. Так, я это все взболтываю вилочкой слегка. Опять же, чтобы у нас молоко, белок и желток соединились. Вот ты как, кстати, определяешь, когда достаточно взболтывать, когда пора тормознуть? Ну, интуитивно, честно сказать. А я по наличию пузырьков. Пузырьков быть не должно, должна остаться однородная масса. Вот этого я не знала. Если мы будем вилкой это делать, то, может быть, мы и не добьемся прям вот супер однородной. А зелье мы положим сейчас прям сразу, да, в наш скрэмбл? Я думаю, да, если ты не против, я думаю, хуже не будет. Чик. Прям как волшебство какое тут. Так, я думаю, вот столько достаточно. Добро пожаловать на уроке зелья и варенья. Я продолжу. Ты, кстати, любишь Гарри Поттера? Обожаю. Кто не любит Гарри Поттера, господи? Ну что, наверное, нам пора с тобой перемещаться к плите. Погнали. Потому что мы здесь все уже взболтали и уходим. Жарим. Значит, погнали. Немножечко маслица. Ты делаешь на оливковом, а можно на сливочном тоже делать? Ну, вообще лучше даже на сливочном. Да, ну типа, я типа пытаюсь взор. Ага. Это не очень получается. Короче, когда я готовлю один, я капаю очень мало масла и могу вот так минут семь стоять его. Мне очень нравится смотреть и играть. Сюда сюда. Какая дырочка раньше, короче. Закрой. Пора выливать. Ну, наверное. Я не знаю, прогрела сковородка или нет. Лучше выливать тогда, когда уже она горячая. Ну, если что, она... Плита твоя, поэтому тебе исти. Да, вместе с этой штукой. Типа, какое-то время мы его не трогаем. Как только мы понимаем, что немножечко яйца схватились, да, начинаем их неистово, интенсивно перемешивать. Я, кстати, вот смотрю на зелень и вспоминаю свою кошку. Когда ты ставишь на стол зелень, она прям бежит вообще с другого конца комнаты. Ты даже можешь спать и ей прям вот орет. Ничего себе. У тебя есть домашний живот? У меня есть кот, да. И хвала богам, я его приучил к кошачьей еде. Он у меня не лазит по столам. Все, вот смотри, Юля, она схватилась у нас все это дело. И ее теперь надо перемешивать. И перемешиваем, перемешиваем, да. В общем, нам нужно добиться консистенции, чтобы у нас такие облачка здесь были, дебушка. Еще, кстати, фишка этого блюда в том, что его нужно очень быстро кушать. То есть, вот пока оно еще вот такое горячее, пока оно не застыло. Кстати, у тебя, смотри, она одним куском, а можно ее прям разбить нам несколько. Прямо разбить, да. То есть, прям вот мешать, мешать, мешать. А я типа обычно, знаешь, когда уже все, облачка сформировались, я их оставлю. Вот невозможно установить, когда было это блюдо придумано. Потому что, наверное, когда первые яйца додумались, там, не знаю, на камушке пожарить. Но прикол в том, что скрэмбл считается французским блюдом. Почему-то его относят к французской кухне, хотя слово вообще не французское. Угадай, кто пытается оспаривать принадлежность? Американцы, наверное. Само собой. Чуваки, которые оспаривают вообще все. Прям я их переворачиваю, как блины, видишь? Потому что у нас вот здесь корочка есть, а там еще чуть-чуть сыровато как будто. Смотри, мне кажется, у нас все готово. Я уверен в этом. Вот. Такие облачка получились как надо. Слушай, ну, конечно, да. Я у тебя не спросила, мы уже с тобой сделали омлет. У нас немножко потемнело, пока мы тут переезжали от плиты. Грозовые облачка получились. А из какого ты города? Там ты из Москвы? Я из Самары. О, ты прям сосед мой. А ты откуда? Я из Ульяновска. Там, думаю, ехать 2 часа на машине. Ну да. Утре, наверное. Вот там такая набережная красивая. В Самаре самая протяженная набережная в Европе. Факт. Самая большая, что там это, площадь в Европе тоже площадь Куйбышева. А у нас зато. Знаешь что? Ну-ка. У нас Ленин родился. Все. Я так вот сделаю, смотри. Да, да, я специально порезал такими перышками. Положи так же красиво, чтобы было как у тебя. Гораздо приятнее употреблять пищу, когда ты красиво все сервируешь. Да, естественно. Усваивается все лучше, всякие эти биологические процессы лучше. Усваивается, да. Давай я буду солить чуть-чуть. Ты вообще много соли кладешь? Да как придет, слушай, по настроению. Окей. Вот, красота просто. У нас здесь желтенький, зелененький. Прям замечательно завтра. Ладно, давай пробовать, что у нас получилось, потому что, если честно, у меня уже очень-очень есть. Спасибо. Так. Вкусно. Коллега, я вас поздравляю. Облачка получились, что надо. Наша коллаборация удалась. Да. Ничуть не хуже, чем когда я делаю миксером, хочу признаться. Петр, спасибо большое, что ты меня позвал. Спасибо, что пришла. Такую красоту приготовили. Я обязательно оставлю ссылку на Петра Воскресенского у себя в описании под видео, вдруг кто-то захочет на него подписаться. Посмотрите, какая у него красивая рубашка. Конечно, захотят. Если вы хотите, чтобы я пришла к вам в гости, пишите на почту, которую я оставлю в описании канала. Ну все. Всем лучшего добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok